Привет всем! С вами я, Орехова Дина, и я хочу поделиться своими мыслями по генетик-тесту. Вот одна из страничек, на которую я хотела бы обратить внимание, это направление профессиональной деятельности, конкретно коммуникации. Есть их несколько, например, коммуникация, аналитика и практика. Как видите, у меня преобладает такое направление, как коммуникация. О чем это говорит? Что, в общем-то, я человек, который умеет общаться, который любит общаться и который умеет общаться. Но пришла я к этому практически недавно. Росла я в достаточно такой пуританской семье, где, в общем-то, тем более мы жили в такое время, когда не рекомендовалось особо высовываться, высказывать свое мнение, и вообще женщина чем меньше говорит, тем лучше. Соответственно, я росла ребенком достаточно скромным, и я серьезно боялась даже сказать лишнее слово, чтобы, дай бог, не то сказать, и чтобы не быть осмеянной, не быть белой вороной. И представляете, если бы не определенный случай в моей жизни, когда коммуникации стали одной из основных видов моей деятельности, за что я, в принципе, судьбе благодарна, я бы, возможно, никогда не узнала, что моя деятельность должна была связана быть с коммуникациями. Представляете, сколько деток сегодня, которые об этом не знают, и которые достаточно скромны и, возможно, очень зажаты, боятся что-то сказать, чтобы действительно не быть осмеянными. И вот таких детей, на таких детей особо надо обратить внимание и давать им возможность говорить, давать им возможность выступать. Возможно, это кружки, которые дают возможность детям себя выразить, именно словами, это и театр, это и локальное мастерство, это и чтение стихов. Поощряйте своих детей в развитии их коммуникативных навыков, если в их направлении профессиональной деятельности один из ведущих факторов является коммуникация. Для того, чтобы ваши дети в будущем были в профессиональной деятельности более удачливыми и счастливыми, запишитесь на профтест по ссылочке, указанной внизу в видео. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok